Уважаемые друзья, Исокогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию крейсер «Аврора». 24 мая 1900 года на воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота. 25 мая. Император Николай II повелел именовать строящийся крейсер «Авророй» в честь богини Зари у римлян. Это название было из 11 предложенных вариантов наименований. 25 мая. Интересно, что корабль с таким именем уже существовал. Первая «Аврора» была фрегатом и довольно знаменитым. Построен он был при Николае I и ходил почти 30 лет. За время службы ему удалось совершить два кругосветных плавания, принять участие в обороне Петропавловска-Камчатского и в Крымской войне. 25 мая. Новый крейсер «Аврора» сдали в эксплуатацию во второй половине 1903 года. Он стал третьим и последним в серии бронепалубных крейсеров первого ранга. Своей архитектурой, размещением оборудования, компоновкой помещений, конструкцией корпуса «Аврора» существенно не отличалась от бронепалубных крейсеров своего времени. Крейсеры включили во вторую Тихоокеанскую эскадру. В конце мая 1905 года «Аврора» приняла боевое крещение в Цусимском сражении против японской вражеской эскадры в рамках русско-японской войны. В результате активных противостояний русские корабли потерпели поражение. Крейсер, получив серьезные повреждения, вынужден был взять курс на Филиппинские острова. После спешного ремонта отбыл на родину. Во время Первой мировой войны «Аврора» в составе второй бригады крейсеров Балтийского флота обеспечивала деятельность главных сил флота, осуществление противовоздушной обороны, наблюдение за действием противника, выполнение прикрытия во время проведения другими кораблями минных постановок. Полученные в боях повреждения, а также плановый износ деталей, вынудили экипаж команды осенью 1916 года встать на якорь в Петрограде для осуществления ремонтных работ. Именно в это время начались мятежи в стране, и крейсер оказался в самой их гуще. Экипаж корабля встал на сторону рабочих. До конца революционных событий команда крейсера активно участвовала во всех их проявлениях. «Аврора» стала одним из главных символов Октябрьской революции. После революции «Аврора» ждала судьба учебного корабля, походы, маневры, тренировки советских матросов. В годы Второй мировой войны, когда войска противника вплотную подошли к Ленинграду, с «Авроры» сняли часть орудий и разместили их на участке между Киевским шоссе и поселком Можайский, чтобы обезопасить город и его жителей. Сам крейсер и его команда почти всю Вторую мировую провели в военном порту Ароненвауа. Там они активно отражали авиационные атаки противника при помощи оставшегося орудия. Крейсер пережил блокаду, хотя и провел большую часть времени на грунте после очередной бомбежки. А боеспособным на нем оставалось всего одно зенитное орудие. Но флаг «Аврора» не спускала, из-за чего и подвергалась регулярным немецким обстрелам. Так что снятие блокады корабль встретил в печальном состоянии. «Аврора» была отправлена на ремонт для того, чтобы стать плавучим музеем, символом революции. 17 ноября 1948 года корабль занял место своей постоянной стоянки на реке Большая Невка, где его можно увидеть и сегодня. Крейсер стал музеем и учебным кораблем новообразованного Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Созданный на корабле музей в 1956 году расширили и сделали филиалом Центрального военно-морского музея. В 1960 году после кратковременного докового ремонта «Аврора» была включена в число памятников, охраняемых государством. Крейсер перестал быть базой Невка-Нахимовского военно-морского училища. 1 декабря 2010 года крейсер «Аврора» приказом министра обороны Российской Федерации был выведен из состава военно-морского флота. Крейсер «Аврора» стал единственным в стране дважды огненосным кораблем и единственным кораблем, на флаге которого имеется его изображение. Крейсер «Аврора» известен во всем мире. История корабля захватывающая и необычная, а его ценность для культурного и патриотического наследия России сложно переоценить. Крейсер «Аврора»